Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. Пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». Закрыли сезон и сургутские любители подлёдной ловли. Десятки участников соревнований по спортивной рыбалке «Клёвый апрель» собрались на замёрзшей чаше одного из карьеров в районе ЗСК. Где рыба есть, узнавал Рамиль Нуреев. Можно с низкого старта не начинать. Начинаем с высокого. Традиционная сигнальная ракета в небо и на старт. Участники соревнований устремляются на лёд. И уже через несколько минут выбранный для ловли сектор становится похож на решето. С особым старанием рыболовы бурят по несколько лунок сразу. Ведь в какую улыбнётся удача, на 100% знает только рыба. Да и то и подавай деликатесы. Отдельно пробовал на манку, на тесто. Отдельно пробовал на мотыля. Пока результатов нет. Сейчас сделали так называемый бутерброд. Это использование одновременно двух разных приманок. То есть живой, как мотыль, да, и злаковый, да, будем так говорить, либо тесто, мука, манка и так далее. Соревнования не любительские. Определены чёткие расстояния от рыбака до рыбака. Видеть один другого должен не менее, чем в пяти метрах от занятой лунки. Есть и другие строгие правила, нарушение которых влечёт за собой наказание. Должна быть у участника не более одной удочки, он имеет право использовать. На удочке не более одной мормышки навязанной, потому что соревнования, повторяю, ещё раз спортивные, а не любительские. Которые привыкли видеть на некоторых соревнованиях среди предприятий. Можно выставлять две и три удочки. Здесь одна мормышка, одна удочка. А в остальном всё как на обычной рыбалке. Азарт, стремление добыть самый крупный трофей или наловить больше всех рыбы. Учитывается при подведении итогов и первое, и второе. В общем, бороться было за что. Хитрости вовремя подсечь. Пока окунь. Вот такого размера, спортивного. То есть вот его ловим. Рассказы о самой большой пойманной рыбе здесь не учитываются. Верят только фактам и весам. После каждого этапа участники с пакетами выстраиваются в очередь у судейской палатки. Взвешивается как улов в целом, так и самые крупные экземпляры по отдельности. Отбери крупного сразу взвесим отдельно. По итогам двух этапов вес самого крупного улова составил 6 лишним килограмм. Самая большая пойманная рыба на весах показала 380 грамм. Победители среди участников отметили кубками и медалями. И по традиции всем царское ухо. Рамель Нуреев, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости.